Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как сохраняется память о Куйбышевском параде 1941 года и каким он будет в этом году? Об этом говорим сегодня в нашей студии. Президент Клуба памяти, они сражались за родину Александр Паулов и самарский военный краевед Андрей Бондаренко. Здравствуйте, Андрей Васильевич и Александр Анатольевич. Добрый день. Скажите, пожалуйста, давайте начнем все-таки со значения этого парада. Почему он остался в истории таким важным событием? Вот ваше личное мнение и как краеведа, и как человека, который занимается этой темой. Андрей Васильевич. Это, наверное, высшая точка для Самары, для Куйбышева. Значит, когда действительно сюда было эвакуировано правительство советское и другие органы центральные Советского Союза. И 7 ноября, значит, был проведен этот парад, который показали, о котором рассказали. Значит, и город как столица, значит, запасная столица, как сейчас так принято говорить, как-то прозвучал. И для нас это знаковое, вот для жителей города, это знаковое событие. Ну, говорят, что это большой моральной силой было событие, что такая поддержка была для всего, в общем-то, гражданского населения, для всех. Все увидели и посмотрели, что как распространялись слухи, что у нас нет ни авиации, там, и все практически в упадке. Александр Анатольевич, вот ваше мнение об этом. Почему важно? Вот для нас, для горожан. Ну, со школьной скамьи и последующие годы нас всегда учили, и мы теперь это уже знаем от наших историков, именно после этого парада официально и Япония, и Турция не вступили в Великую Отечественную войну. И, надо сказать честно, если бы это произошло, не дай бог, то, возможно, война закончилась совершенно бы по-иному. В данном случае была продемонстрирована мощь Красной Армии, военно-морского флота, поскольку это был единый организм. И, в общем-то, после этого все атташе военные, которые были на этом параде, фактически, они все пришли к выводу, что Красная Армия слишком сильна, и победить ее так просто не получится. И отправная точка, а почему приятно было именно для нас, во-первых, это наши земляки, они прошли в 41-м году, в том числе по этой площади, не только в количестве военных коробок, но и, соответственно, потом, когда шли трудящиеся именно наши жители. И, в общем-то, мы считаем, что переломный момент можно говорить по-разному, но для нас, я считаю, это было 7 ноября 41-го года. Андрей Васильевич, вы говорили, что будут такие личности, о которых мы даже редко сейчас слышим и вспоминаем сегодня, в этом году пройдут на параде. Благодаря такому энтузиасту, человеку, который в течение 5 раз был командующим этого парада, Санкевичу Игорю Валентиновичу, у нас появилось такое явление, которое нет больше нигде в России, как геройский полк. Больше тысячи человек в нем, людей, которые принесут портреты героев, героев Советского Союза, социалистического труда, героев Российской Федерации, полных кавалеров Ордена Славы. Ну, сейчас вот мы заявили, значит, я одну общественную организацию представляю, Союз Георгиевских кавалеров, их потомков и исследователей. Мы предложили, чтобы три полководца Победы Самарских, которые когда-то жили и служили, возглавили колонны, значит, само так сказать, условно, этого геройского полка и прошли во главе их. Это бывший командующий войсками Приволжского военного округа, герой Советского Союза, маршал Советского Союза, кавалер Ордена Победы, Мерецков Кирилл Афанасьевич. Он поведет за собой колонну командующих войсками округа, героев Советского Союза и героев Российской Федерации. И коробку командармов 2-й гвардейской армии, героев Советского Союза и героев Российской Федерации. И два георгиевских кавалера, тоже полководцы Победы, маршалы, бывшие главы военных ведомств, маршал Василевский Александр Михайлович и маршал Малиновский Родион Яковлевич поведут колонну георгиевских кавалеров, героев старой России на этом параде. В прошлом году они уже проходили. Да, ну вот это я имела в виду. Александр Анатольевич, как давно Вы участвуете в парадах с Вашей организацией и как меняется вот эта экспозиция, реконструкция со временем? Начинали Вы, наверное, не таким же составом, масштабом, вот как я могу предположить. Я могу только нескромно сказать, что мы не начинали. Вообще-то именно я придумал эту идею и в 2011 году подарил ее Единой России. До этого парад не проводился никогда. Просто была идея, что попробовать это сделать, тем более год был предвыборный, вернее выбранный год, 2011 год. И поэтому идея понравилась, идея прижилась. И с тех пор с первого парада мы, соответственно, участвуем всегда. Ну, я не знаю, но без нас уже трудно представить, поскольку количество техники и людей, которые выходят на площадь, мы давным-давно уже заткнули мазку в этой части. Они на парад не выпускают столько техники просто, хотя у них намного больше. Люди с каждым годом все больше радуют другое, что с каждым годом больше детей. Если на первые парады мы старались их не допускать, ну, понятно, по порядку причин, то теперь это, конечно, не дети в чистом понимании, но это детдомовцы ребята, это выпускники, скажем, старших классов. То есть в определенных учебных заведениях идет борьба за право на машине в форме проехать на параде памяти. И пусть даже получить памятный знак, но ребятишки, даже девчонки просятся сревнуться за право проехать на автомашинах того времени, почувствовать эту атмосферу. Да. Давайте посмотрим сюжет, чтобы тоже в эту атмосферу окунуться, а потом продолжим разговор. В самарских школах более 60 музеев. Это не только ордена, каски и макеты танков. Еще там показывают документальные фильмы о войне. Вот и в школе номер 87 есть свой музей партизанской славы. Двери открыты для всех желающих. И чтобы наши экскурсии не были скучными, мы ставим сценки на военный лад. Например, мы переделали сказку «Димовочка» и «Ночь в музее» перевели на военный лад. В военно-историческом музее экспонатов много. Ружья со штыками, форма военных лет и даже интерактивные самолетики. Особенно поражает лодка с вековой историей. Это лодка-плоскодонка. Ей уже 100 лет. В Чапаевце на ней переплывали реку Белая для освобождения Уфы. Там же и затонуло. В 1975-м ее подняли со дна и отреставрировали для музея. Живя каждый день, мы забываем, к сожалению, о том, что действительно наши дедушки, прадедушки отдали свои жизни для того, чтобы мы сейчас жили под мирным небом. И получается, надо напоминать в наших хороших буднях каждый день деткам о том, что было не самое хорошее в нашей истории. В эти исторические дни страна сплотилась. В октябре 1941-го Куйбышев стал запасной столицей. Парад памяти – это знаменательное событие для нашего города. В этом году праздник будет грандиозный. Артисты Большого театра исполнят знаменитую симфонию Шостаковича. Планируется реконструкция Тихвинской операции. А трибуну оформят красочно и антуражно. Если говорить о новых элементах, будет оформление трибуны. То, которое было в 1941 году. Мы внимательно отсматривали, как она выглядела. Мы, наверное, обеспечим участие в реконструкции того, как начинался этот парад. Напомним, что парад памяти пройдет 7 ноября на площади Куйбышева. Героями шествия станут полководцы Победы. Приедут гости из 22 стран. Да, как раз вы говорили о полководцах Победы. Что еще? Как вы готовитесь к этому параду? Как организатор, один из организаторов. С Александром Анатольевичем мы входим в состав комитета парада. А я в рабочую группу как историков и краеведов. Я лично воюю за то, чтобы дали указания, чтобы практически без особых денег, без финансовых затрат или еще что-то, как можно ближе приблизить историческую часть парада к тому, что было 7 ноября на площади Куйбышева в 1941 году. Ну, как это возможно сделать? Сказать легко, приблизить максимально. Ну, вот самое простое. Последние два года командующим парадой является член Союза генералов Самары, генерал Протченко Александр Иванович. Вот, значит, для того, чтобы он знал лучшее правило, по которым проводился тот парад, я нашел строевой устав 1938 года, и там строевые парады. Значит, это я отправил. Потому что у нас, ну, к сожалению, мы жили по советским уставам, привыкли. Мы много чего не знаем. Например, 70 лет прошло после принятия на вооружение автомата Калашникова. Так? 70 лет. Три поколения людей, значит, в руках винтовку не держали. И вдруг идут по площади наши солдаты, они тоже повесили ее и несут. Они не знают, значит, никаких приемов. А оказывается, на параде ее не несли на ремне, а на плече. Так? Вот, товарищ Протченко. Деталь, а кто разбирается, уже обратите на это внимание. Вот, Александр Анатольевич, насколько важно при ваших реконструкциях соответствовать по максимуму, всему историческому содержанию и внешнему? Ну, дело в том, что парад реконструкции совершенно разные вещи. И пока мы можем говорить о том, что мы готовимся больше к параду. Мы ремонтируем, как всегда, за свой счет технику, готовим вооружение, форму зашиваем, меняем масло на зимний и так далее. А при реконструкции вопрос большой еще стоит, поскольку если будут деньги на приобретение холостых патронов, на дымовые шашки, на пиротехнику, то будет она. Если не будет, то ее и, соответственно, не будет, потому что мы из воздуха стрелять не умеем просто-напросто. По поводу соответствия, есть такие клубы, особенно в Москве, которые придираются каждой запятой, каждой пуговичке, каждому шовчику. Ну, такие люди обычно, они только говорят и больше ничего не делают. Поэтому у нас, конечно, шовчики будут немножко неправильные, это надо сказать, признать честно. Но главное, чтобы у этих мальчишек и девчонок в глазах была искра, чтобы у них было желание не сидеть в ноутбуках и в других вещах дома, не выходя за порог. А чтобы они бегали, прыгали, чтобы они участвовали в этих мероприятиях, чтобы они эту форму носили с интересом. Потому что очень обидно, когда мы приезжаем, скажем, иногда с выставкой, даже в наше время, особенно недавно мы выезжали в один из сельских районов, и к нам подошла учительница младших классов с ребятишками. Мы показывали ей пушки, пулеметы, винтовки, вот те самые, с ремнями и без. А когда она спросила, что это у вас такое за странные красные знамени, и там какой-то молоток с железкой. И когда мы поняли, что учительница начального класса, мы были в шоке. То есть знамя с серпом и молотом, она даже не знала, что это такое. Поэтому вот отчасти наш парад еще и для того, чтобы хотя бы учителя знали, что это такое и для чего это. Да. Ну, учитель тоже, наверное, молодая. Молодая, конечно. Только пришла в школу, поэтому, ну, как-то это можно объяснить. Хотя и неправильно, конечно. Скажите, пожалуйста, Андрей Васильевич, чего мы еще не знаем? Вот вы работаете как краевед с фактами. Вот что еще не популяризировано в наши дни, чего вот мы, как обыватели, еще не знаем? Что вот еще важно рассказать? Ну, вы целую брошюру выпустили. Книжечку вот эту, это для лицея технического, там парад 7 ноября. Ну, вот смотрите, ну, нужно помнить хотя бы тех людей, которые даже связаны с нашим городом. Вернее, не с нашим городом, а с, допустим, Скуйбышевской областью. Вот, смотрите, я открыл практически имена всех командиров, политработников, начальников штабов и прочих воинских частей, которые участвовали в этом параде. Узнал их судьбу. Значит, очень многие, особенно комиссары, значит, погибли, пропали без вести, значит, были тяжело ранены, списаны. Ну, вот, например, то, что я хотел бы вдруг кто-то откликнется. Первым гвардейцем, значит, участником Куйбышевского правительственного парада стал гвардии майор Синочкин Алексей Павлович, 1902 года рождения. Родился он в городе Кеннеле, значит, жил там, и семья там жила, значит, но ни фотографии, ничего нет. Он был командиром артиллерийского полка, погиб, значит, награжден был высокой наградой. Значит, ничего пока что журналисты Кеннеле не нашли. Если родственники услышат и вот откликнутся на это, можно с вами связаться, да? Конечно, пожалуйста. Я могу дать свой контактный номер телефона сотого, допустим, 927-686-1793. Пускай звонят, значит, я буду очень рад. Да, и, наверное, еще о других героях вы тоже какую-то информацию собираетесь. О многих героях мы, не только о героях, значит, от очень многого мы не знаем. Вы знаете, вот простейшие вещи, из-за которых я вынужден делать запросы в Центральный архив Министерства обороны, например, а кто же был начальник гарнизона Куйбышевского? Кто такой подполковник Лукин? Ну, вот вопрос такой. Кто такой Лукин? Значит, сама кто отдавал приказ о проведении этого парада? Вот, сама. И 5 ноября, значит, этот приказ номер 58 от 5 ноября 41-го года Волжская коммуна опубликовала. Да, ну вот, какая-то информация находится, конечно, нужно искать. Александр Анатольевич, а у вас есть такая задача, информационную базу какую-то пополнять и распространять? Вот вы говорите, что присоединяются дети, и что учительницы даже вот нашли такую огрешность, да, в образовании. А для своей организации не ставите такой целью, чтобы информировать больше, самим находить? Есть у вас такие цели? Мы все, что можем, делаем своими руками и своим знанием. Вот, например, в очередной раз, ровно три недели назад, мы спасли очередную пушку 1934-го года выпуска, причем это 45-ка была, которая на деревянном ходу, но ее переделали в годы войны уже, соответственно, на ход уже, скажем так, колеса были со спицами, мы нашли ее на территории одной из компаний города Самары. Я практически пять лет уговаривал хозяина подарить эту пушку, чтобы он отдал нам, чтобы мы ее восстановили, и вот так на парад ее вывели, причем в таком состоянии, такого щитка я не видел вообще в жизни ни разу, ни на одной пушке. Она очень интересно была сделана. Человек пять лет думал, человек пять лет смотрел на наши парады, на наши реконструкции, на наши выступления. Он пять лет видел, что мы приезжаем мимо его офиса каждый раз, смотрим осуждающий. И вот ровно три недели назад он позвонил и сказал, Саша, я все понял, я увидел, приезжайте, забирайте. Я говорю, сколько? Он говорит, хочешь обидеть? Я говорю, тогда 100 грамм фронтовых с меня. И эту пушку он нам подарил бесплатно, и мы ее выведем, конечно, сейчас не успеем, на 7 ноября, но 9 мая она выйдет на площадь Куйбышева. Это уже практически пятый пушк, который мы нашли. И, вы знаете, можно очень много рассказывать об этом, но вот стоят еще две пушки. На овощебазе мы нашли ЗИС-2, не отдают хозяева. Еще в одном учреждении есть ЗИС-3, не отдают хозяева. Вы понимаете, они загажены, они испорчены, их голуби уже давно-давно пометили. И люди, как собаки на сену, то есть вот как собака, извините, на сене, они понимают, что это вещи нужные, но вот пусть она стоит у нас во дворе, и пусть она здесь вот сгниет лучше, но мы никому не дадим. Вот с этими людьми пытаемся как-то работать, бороться немножко, убеждать. Вот это в этом наша работа, сохранить, потому что мы уйдем, и если это мы не сделаем, это больше никому не надо. Самое интересное, что на 90% это делаем мы сами, это не государство, это мы делаем. И зачастую хочется сказать, вы нам не помогайте, вы хотя бы не мешайте, мы сами все сделаем. Ну, как известно, что каждая семья была причастна к войне тем или иным образом, родственниками. Вот я по мере вашего рассказа вопрос у меня рождается, почему вам это так близко? Вот где эти корни, что вы этим занимаетесь, что вы это не бросаете, что вы настойчиво в этом? Ну вот уже несколько лет стало сейчас, это даже модно отчасти, когда выходит Бессмертный полк, но почему-то все забыли, что ведь Бессмертный полк родился тоже в городе Куйбышеве 9 мая 1991 года. Первым это сделал Петр Леонидович Моисеенко, директор Народного музея завода «Салют» нашего. Он вывел этих мальтишек, девчонок, есть книги подтверждающие, есть фотоснимки подтверждающие. Это не 2010 год где-то там в Омске. В Томске, говорят. Да, это было здесь, в Куйбышеве, но об этом многие просто уже забыли. Почему? Вы знаете, мы недавно сидели с друзьями на мероприятии «Пили чай», и пришли к выводу, что если мы, вот я считаю, мы это простые люди, кто этим занимается, кто вот, как мой коллега, этим дорожит, этого не будем делать, то через 20 лет по нашим улицам будут ходить фашисты. Украина яркий пример. Ведь понимаете, поколение уходит, если сегодня девочка не помнит, что такое серп и молот, завтра ей неинтересно будет 9 мая, 7 ноября. Ведь разговор о том, что, может быть, если бы нас победили фашисты, может быть, мы пили пиво бы с колбасой, жили бы лучше. Поэтому наша цель, ну как бы показать, как это было на самом деле, как это было тяжело. Вы знаете, еще два слова добавлю, у нас до смешного доходят на реконструкциях. Иногда люди, особенно богато одеты, жалуются, как-то сегодня говорят, дыма много у вас, и дышать тяжело. А вы думаете, на фронте во время боя там спрашивали, либо платочком обмахивались люди? Люди даже не понимают вот таких вот вещей. Называется они «нюхали пороха». Решите, значит, в этом году все-таки, наверное, что-то будет сделано. Парад в этом году федеральный. Мы главная площадка 7 ноября в России. Так, к нам приедут представители не только из всех регионов Приволжского федерального округа, но и других мест. И поэтому и готовятся более серьезно. И вот идеи, те, которые рождались, я вот, допустим, в течение нескольких лет предлагал, давайте возьмем и попросим, скажем, тех людей, которые не из-под птичьего помета, а собрали в заводских условиях, реконструировали какую-то технику, и она ходит в каких-то городах на парадах, пригласить, чтобы она побывала у нас. Вот в Екатеринбурге по улицам города ходят те образцы техники, которые у нас стали символами нашего парада памяти. А здесь самарцы этого еще не видели. Значит, попросим, может быть, Уральский горно-метологический комбинат, и, значит, об этом уже военно-историческое общество сообщило, что могут прислать танк Т-38. Три тонны, триста килограмм весом, но его никогда никто не видел в Самаре. Да, ну, интересная такая идея. Посмотрим, чем это завершится, потому что, как вы сказали еще до эфира, как говорил Пушкин, мы ленивы и нелюбознательны, да? Нелепопытны. Вернее, любопытны, да. Жаль, что асфальт не выдержит. Да, кстати, вот это одно из нареканий, которые часто вот в сторону парадов отпускают, что эта техника, да, вот она ходит туда-сюда, ну, обыватели так говорят, и шумят, и асфальт портят. Вот как вы относитесь к таким обвинениям, можно так даже сказать, что зачем эти реконструкции? Это какие-то игры, взрослые люди, значит, тратят деньги. Что это такое? Кому это нужно? И техника вот еще и асфальт портит. Вот на этот взгляд такой как можно ответить? Ну, во-первых, настоящие реконструкции не проводятся в городе, они проводятся на земле, а землю невозможно испортить гусеницами ни танков, ни тратторов, это для этого приспособлено. В городе мы использовали только три раза макет танка «Тигр». Да, кстати, вот у нас есть фотографии, но вы рассказываете. И то в любом случае привозили его на эвакуаторе, и он проезжал ровно 300 метров. Но это было по старому асфальту. Я не знаю, сейчас, если господин Фуксов выпустит, тогда... Это Екатеринбург. А, вот как раз вот вы говорили про технику. По нему вот идут тягачи Т-20 «Комсомолец». Значит, так, видите, гусеничный тягач Т-20 «Комсомолец». Да, да, да. Значит, вот противотанковую пушку. Значит, видите, какая характеристика. Дай бог, чтобы у нас такое появилось. Вот. Это не буду комментировать. Здесь вот, как вы говорите, были ошибки допущены. Это называется анахронизмы. Анахронизмы. Некоторые ошибки. Но опять же, вот, интересен вопрос. Насколько точно нужно соответствовать? Ведь разбирающихся в этом немного людей. Дело в том, что это были не ошибки. Это было сделано специально и умышленно. А, специально? Конечно. Есть такое понятие преемственность поколений. Когда идет вначале ребенок, потом идет молодой мужчина, а потом идет уже седоусый ветеран, скажем так, в орденах и медалях. Вот в данном случае, как раз, БРДМ, это была преемственность поколений. Данный БРДМ был выпущен, соответственно, в далеком еще 1953 году. Даже в втором году. То есть еще Сталин был жив даже. Поэтому не пустить такую технику, которая своим ходом за свой счет ходит, это было бы, ну, верхом без... Вот идет ГАЗ-69, это тоже послевоенная машина. Но она сменила тот самый ГАЗ-67Б. Это тоже историческая память. Не выпускать их, но опять-таки, ну что, мы увидим две машины на улицах. Смысла в этом нет никакого абсолютно. Здесь не в достоверности. Дело в том, что в Болгарии стоит 600 примерно тягачей, вот этих вот, которых были на параде с 1941 года. Ну, давайте их выкупим, давайте их привезем. Но кто даст деньги, кто это поможет, кто это сделает. Да. Поэтому насчет пушек, которые стоят под пометом, а может лучше взять ведро и помыть эту пушку, и отобрать ее, соответственно, у этих разгильзяев, и пустить ее, чтобы люди смотрели, а не просить где-то на Урале. Это было бы намного дешевле и проще. Да, вот видите, вариантов много. Да, конечно. Нужно только что-то делать. И спасибо вам за то, что вы делаете. И вы сказали о преемственности поколений. У нас есть еще один сюжет про школы. Давайте его посмотрим и будем завершать разговор. В начале классного часа архивные кадры парада 1941 года на площади Куйбышева. В течение полутора часов перед трибунами шли тысячи пехотинцев, кавалерийские отряды, десятки единиц военной техники. В небе пролетали штурмовики, бомбардировщики и истребители. Было задействовано более 22 тысяч человек, многие из которых с площади отправлялись на фронт. Чтобы больше погрузиться в военную атмосферу 1941 года, школьники не только проштудировали учебники истории, но и выучили военные песни. Идет война народная, священная война. Все время говорим о патриотизме. И постоянно внушается мысль о том, что любить Родину – это не значит целовать березку. Это все-таки что-то надо делать для своей Родины. Начинаем с того, что изучаем страницы истории, гордимся подвигами предков. Тематические классные часы, посвященные памяти парада 7 ноября 1941 года, будут проходить в самарских школах в течение двух недель. Что в этом году еще будет особенного на параде? Вот Андрей Васильевич уже сказал, что федерального значения этот парад уже будет. Значит, что? В результате что-то поменяется? Что-то будет такое интересное? Что-то новое? Или парад как парад? Всегда? Или нет? Ну, Господи, значит, достичь идеала или еще что-то невозможно. Если хотя бы несколько шагов будет сделано, организационных, до других, и будет развитие, не будет стоять на месте, а что-то будет делаться, значит, уже это будет хорошо. Я реально оцениваю, значит, сейчас не бюджеты у нас, значит, денег у нас излишних нет, ничего. Остается рассчитываться на общественность, на поддержку, да? Кстати, вот в вашей организации прибавляется, словно прочитателей, участников, членов? Конечно, приходят новые люди. Потому что вы говорите, уже какой год вы этим занимаетесь, значит, наверное, люди интересуются и к вам как-то тянутся. Люди интересуются, а вот, к сожалению, техники отчасти уменьшаются, поскольку москвичи выгребают Самарскую область, и все другие скупают ту самую военную технику, то есть автомобили, боевые машины, пехоты и так далее. Все это уходит. Самое главное, что волнует, скажем, меня сейчас, это погода какая будет, потому что 7 ноября разница в том, что, скажем, наш первый парад был в 11-м году был минус 15 градусов, и был очень сильный холодный ветер. Через год был ледяной дождь, фактически шел, люди были насквозь мокрые, люди ползали, когда была реконструкция, соответственно, по ледяному асфальту, когда шел бой. В данном случае ни один не ушел, ни один не заболел, и все люди приходят. Поэтому это так называют, в армии называлось тяготые лишения воинской службы, отчасти здесь это люди проверяют себя. Это не игрушки. Хочу напомнить тем, у кого короткая память, что вообще-то в детстве у нас почему-то были какие-то реконструкции, НВП было и так далее, и были зорницы, на которых мы тоже все принимали участие. Но это забывается. А новое поколение этого даже не знает вообще абсолютно. Поэтому главное, чтобы не было очень холодно, потому что и зрители меньше приходили. Но и Божье слово помогает. Нашу Георгиевскую роту благословлял, теперь уже он как священник этой роты, отец Георгий Козин. И вот мальчишки, восьмиклассники, простояли под ледяным дождем, прошли, причем браво так прошли, и никто не заболел. Ну, что это самое? Да, ну, еще такие элементы популяризации, как вот каши, кухня военная тех лет, это все тоже привлекает, казалось бы, так ненавязчиво, но это всегда такие плюсы. И к этому нужно стремиться. Вот лично мое мнение, не вот в точности копировать то, что было, а расширять, потому что мы живем все-таки в другом мирном мире. Это автология, да? Ну, все-таки. И совсем у нас другая ситуация. И нужно как-то по-другому, может быть, взглянуть. Другими глазами на все это? Вы знаете, самое обидное, что мы живем-то в мире, может быть, другом, но этот мир в любую секунду может оборваться, и все может начаться, как это было на самом деле. Потому что, как бы мы ни говорили, что мир, 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 на самом деле, хочешь мира, готовься к войне. Это старая историческая мысль. И надо, чтобы и молодежь была к этому тоже готова. И вот поэтому проводятся парады. Вот я хотел сказать, смотрите. У нас осталось очень мало времени. Ну, совсем коротко. Девочка, Алина Эмельянова, дочка председателя нашего союза георгиевских кавалеров, получила задачу рассказать про героев. Ей она год, вернее, месяц, полтора месяца проучилась в школе. Она рассказывает про своего отца, который в операции по принудению грузии к миру стал георгиевским кавалером. И она рассказывает про своего прадеду, дважды героя Советского Союза, и суплива, генерала армии. Вот, значит, дети живут по тому памятью о своих предках. Это школы помогают. Это сейчас идет. В школах изучают, и это есть. И хорошо, и дай бог. Спасибо вам за то, что вы делаете. Всего вам самого хорошего. Спасибо вам за внимание. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова